Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски от морщин, которая мне очень понравилась. Я ее тестирую примерно около месяца и, честно, результат меня поражает, потому что она действительно помогает бороться с морщинками. И знаете, я читала и смотрела на нее отзывы, у меня там морщины пока мимические, но люди, кому даже 50-60+, они хвалят и говорят, что это просто одна из лучших масок, которая помогает чуть ли не стирать морщины с лица. Итак, давайте же мы с вами ее приготовим. Первое, что вообще, что нам понадобится? Нам нужен будет желатин пищевой, нам нужна будет водичка. Вы можете взять обычную воду, газированную. Главное, чтобы было комнатной температуры, нам нужно будет масло, либо оливковое масло, либо можно взять масло виноградных косточек, либо морковное масло, его самостоятельно можно приготовить, возможно, поделюсь с вами в одном из видео. И сметана, в идеале, конечно, если это будет жирная домашняя сметана. В каких пропорциях, что и как мы будем с вами перемешивать. Первое, это желатин. Желатина нам понадобится один, ну, где-то ближе к полутора миллилитрам. Так, вот я примерно себе на глаз сейчас я высыплю. Ну, чуть-чуть мимо рассыпалось. Вообще, желатин у меня вот сейчас закончился мой, который такой, знаете, прям мелкого-мелкого помола был, вот этот довольно-таки крупненький, поэтому его, скорее всего, придется растворять на водяной бане. Нам дальше нужно смешать все с водичкой. Мы берем одну столовую ложку воды. Это примерно 15 миллилитров. Чуть-чуть. Так вот. И главное, чтобы желатин хорошо растворился. Поэтому, как я уже сказала, я сейчас все это за кадром на водяной бане приготовлю, чтобы желатин полностью растворился. На водяной бане я уже растопила желатин. Теперь он доведен до нужной консистенции. Я думаю, все понимают, что такое водяная баня, когда вы греете водичку и на пару. То есть, я на весу вообще держала тарелочку и, соответственно, все растопилось хорошенько. Дальше нам необходимо взять сметану. Как я говорила, лучше всего взять домашнюю, прям жирную. Но у меня сейчас есть 20-ти процентная. Ее и буду использовать. Нам необходимо 1 столовая ложечка сметаны. Добавляю ее сюда. И все хорошенько вместе размешиваю. Ну, не обращайте внимания, что у меня такие вот дозаторы, что под руку сейчас попалось, как говорится. Все хорошенько смешиваем. Я расскажу вам обязательно дальше, как ее наносить, сколько ее хранить. У меня еще, видите, не совсем удачная вот эта кисточка для нанесения. Потому что она в себя много забирает. Но, конечно, на коже уже все она мне отдаст. И теперь мы берем масло. Я вам перечисляла вначале, какие масла можем использовать. У меня будет масло виноградных косточек. И также необходимо взять 1 столовую ложку масла. В идеале эту маску, когда мы все смешаем, тоже немножечко подогреть на водяной бане. Чтобы она была, ну вот, слегка, знаете, теплой. Эта маска хорошо подойдет. Вот, мне кажется, если бы у меня уже была бы прям дряблая кожа, то это прям было бы вообще замечательно. Потому что маска настолько питательная, настолько она классная. Кстати, эту маску можно хранить в холодильнике. То есть, если вдруг вы захотели делать курс, а курс лучше делать, ну, где-то 2 раза в неделю, не чаще, перебарщивать тоже не стоит, то вы можете до 5 дней хранить в холодильнике эту маску. То есть, как бы в пропорциях сделать, сколько вам необходимо, на 2, на 3 раза. Допустим, на 2 раза. Я вам сейчас показываю вот на 1 раз, какое количество будет необходимо. Видите, какая у нее прям классная такая консистенция. То есть, она довольно-таки густоватая. Сейчас я чуточку совсем подогрею, чтобы, как я уже сказала, буквально чуть-чуть была теплой. Кожу предварительно лучше, ну, не лучше, а необходимо очистить, а в идеале сделать пилинг. Например, я вам показывала из аспирина кислотный пилинг. Это вот прям будет вообще супер, если вы после такого пилинга, я оставлю на него вам ссылочку, сделаете вот эту маску. Ну что, грею и пойдем наносить ее. Какого-то принципиального способа нанесения маски на лицо нет. Ну, лучше обычно все маски наносить по массажным линиям. Я, если честно, прям как-то конкретно не придерживаюсь этого принципа. Можно наносить также на шею, на зону декольте. Это будет, ну, как бы мы зачастую, да, забываем про шею, но на самом деле это будет очень даже здорово, потому что морщинки у нас и на шее, и зона декольте нас выдает с возрастом. После того, как вы нанесете маску, нужно подождать примерно 20 минут. Можно чуть больше, но главное не меньше. Затем маску необходимо смыть теплой водичкой, а после того, как вы смоете маску, лучше теплой водой, лучше еще такой прохладной водичкой умыться. Вообще, почему желатин? Я забыла об этом сказать. Желатин – это очень хороший природный коллаген. А с возрастом именно коллаген у нашей кожи начинает вырабатываться все меньше и меньше. За счет этого и тургор кожи так немножечко проседает, обвисает кожа у нас. И потому что вот нет выработки уже нашей природной коллагена, и нужно поддерживать, восстанавливать кожу для того, чтобы не было всех вот этих морщин, обвисания, дряблости кожи. И много народных рецептов, в том числе и эта маска, которая вам в этом поможет. Обязательно делайте, не ленитесь. Все можно сделать, как вы видите, из подручных средств. После того, как вы умылись теплой водичкой, потом чуть-чуть прохладной водичкой, чтобы такой прям стимуляция была у кожи на лице и получить такой классный эффект. Если у вас кожа жирная, то после вы можете не наносить никакого вообще крема. Если у вас кожа сухая или такая склонная к сухости, комбинированная, нанесите какой-то легкий увлажняющий крем. Маску можно делать, как я вам уже говорила, пару раз в неделю и лучше делать после пилинга. Всем вам большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Делайте масочки, будьте красивы, свежи. А мы увидимся совсем скоро. Пока-пока!